здравствуйте дорогие друзья сегодня в очередной раз на канале голос силиконовой долины с вами светлана портнова и алена исакова и у нас есть сегодня вопрос студию значит наши зрители написали нам вопрос вы не могли бы поподробнее рассказать о том как на этапе ухаживания понять сложится ли семья с этим человеком это один вопрос на какие моменты стоит обращать больше внимания второй вопрос сейчас очень многие пары живут вместе до брака я считаю что это один из способов проверить партнера быту так сказать что вы думаете по этому поводу третий вопрос то есть у нас сегодня целых три вопроса ну давай мы будем так по порядку да наш первый вопрос как на этапе ухаживания понять сложится ли семья с этим человеком вперед вопросы такие на засыпку а кто а ну я бы посоветовала девушкам включить голову мозги что бывает трудно когда ты влюблен но постарайтесь потому что все таки ваше будущее и из-за того что мозги некоторые не включают потом такие разочарованы поэтому первое включая мозги тоже полезно по жизни и второе наблюдаем вот внимательно наблюдаем причем как он относится не к вам а к окружающим потому что когда мужчина влюблен у моего мужа например глаза серые а во время ухаживания стали голубые серьезно вот что они они когда охотятся то есть у них даже вот какие-то гормоны и у меня его друг в институте было он прибежал ко мне в гневе он они так хорошо дружили такой парень хороший а я как бы была такая вертихвостка ну как бы он считал что у нас очень несерьезно потому что художница все дела а тут вот он инженер мальчик такой ну ничего я ему голову пудру тем более что меня тогда считали чуть ли не не ну одно из красоток на факультете он мне пришел такой ты хочешь сломать ему жизнь ты посмотри на даже глаза голубые стали а этот приятель он был художник или он был инженер тоже инженер был татарин такой красивый парень который женился на подружке вот ну короче вы знаете наблюдайте вот когда допустим мой муж ухаживал за мной он приходил в общежитие это соседнее общежитие было тут разные факультеты и вот видно было как он относится к моей вот девочке с которой я жила и ринка ей там что-то надо было он принес ей не только мне там притащил какие-то продукты ну и ей притащил что-то вот что она я не помню шампунь какой-то ей нужен или все что-то было то есть как-то вот туда по доброму и это очень важно вот вы посмотрите там в транспорте где-то лучше всего что-то делать вместе то есть какой-то я не знаю проект там кому-то помочь там еще я не знаю наше время строит ряды были хорошо человек виден на самом деле да понимаешь сегодня реалии другие немножко и как-то молодые люди может встречаются более каких-то более парниковых что ли условиях может быть да и потому что раньше из-за бытовых каких-то неурядиц доходили походы развлечения было какое-то действительно походе человек проверяется я хотел сказать буквально несколько слов вот о чем у меня была когда-то сотрудница мы с ней вместе работали в компании microsoft и вот значит она была индусской земли а в индии совершенно другая культура брака там совершенно по-другому все происходит и она мне рассказывал как у них происходит процесс выдачи девушки замуж девушка практически не участвует никак участвуют родители но что делают родители да тут вопрос еще сложнее как найти пару чем они же не разводятся у них там уже брак это брат и как найти пару на всю жизнь что делают родители это то что допустим в отсутствие родителей когда девушки сами себе ищут они могут делать то же самое правильно согласно с тобой на 200 процентов нужно узнать как можно больше о человеке что делают в индии они не просто узнают о человеке они поднимают всю его подноготную всей семьи они проверяют бабушек дедушек родителей на какие-то хронические заболевания что тоже важно генетические заболевания на состоятельность на финансовую состоятельность то есть очень много всяких аспектов и на социальный уровень семьи тоже очень важно да то есть люди одного порядка у них какие-то ценности они одинаковые если они из разных совершенно областей то у них ценности какие-то могут и вот значит это не гарантия да и дальше значит это вот девушка что мне говорила она сказала меня выдали замуж я своего мужа вообще не знала но я понимала что это брак это же программа да я понимала что это брак и мы должны вместе работать над тем чтобы его совершенствовать и я думаю что да я думаю что вот в этом на самом деле и заключается смысл этого всего то есть когда девушка как мне найти такого готовенького который бы мне подошел очень маловероятно то есть ну да браке на небесах заключается это правда может быть тебе подойдет но вообще говоря вот это отношение к браку как к тому над чем нужно работать и созидать вместе да обоим людям если у них одинаковые позиции в этом смысле то они могут что-то путное создать и надолго вот эта установка мне кажется вообще главная тема мы мы вот вместе и мы будем строить да это очень важно конечно мне кажется что в современном обществе особенно в современной россии вообще нереально поднимать там нет конечно нет конечно ну во всяком случае посмотреть на бабушку с дедушкой на маму с папой как они между собой разговаривают да это возможно но самое главное это установки конечно то есть вот эта вот часть где молодые люди говорят да мы хотим построить отношения мы должны встроить она мне рассказал еще одну интересную вещь и и вот этот вот мужчина за которого его дали замуж он воспитывался в америке она воспитывалась в индии совершенно другие критерии взращивание детей скажем так и когда они женились получилось что он привык вести образ жизни холостого молодого человека он ходил по барам со своими дружками она сидела дома одна и у нее не было ни мамы с папой даже кому пожаловать она сказала что мне было так грустно мне никому даже было пожаловаться или попросить совета я была в другой стране ничего не понимала как здесь люди живут и все такое что она сделала она сказала ты знаешь что мой дорогой вот ты придешь с работы там тогда-то тогда-то давай мы с тобой поговорим да то есть у нас communication вот это вот очень важная часть успешной жизни давай мы с тобой поговорим и когда они сели разговаривать она говорит послушай ты мой муж я твоя жена мы должны вместе строить семейные отношения давай мы выработаем то как мы это будем делать и они договорились до чего-то и это был первый шаг вот в здании которые они должны построить за всю последующую жизнь это очень важно договариваться нужно заранее договариваться нужно на берегу договариваться нужно все время я думаю что 90 процентов браков распадается просто потому что у людей не приходит в голову что им нужно поговорить на эту тему еще не умею поговорить о том начинаются какие-то претензии очень важно приходить к этому разговору как равноправно не ты не должен да мы вместе с тобой решаем проблему то есть не ты плохой не ты плохой и не я плохая а есть некоторая проблема и мы должны ее решить очень мудро было с той стороны не начать с претензий ты там гуляешь а я вот несчастная как правило женщины очень часто так делают потому что у нас есть ожидания но человек интересно что мужчина и женщина они настолько разные у нас совершенно какие-то вещи могут быть восприняты по другому то есть мы просто не понимаем о чем разговор он мог ему голову могло не прийти и он думает вот она там сидит телевизор смотрит и хорошо думает он обо мне не думает он меня не любит а она не думает об этом да совершенно другие мысли думают про него то есть просто как в том анекдоте про чебурашку поэтому в принципе отношение что я за тебя вот это как бы установка я за тебя дорогой давай поговорим как лучше чтобы нам вместе построить классное здание нашей семьи где нашим детям будет хорошо где нам до старости будет хорошо и вот эта установка на всю жизнь это очень важно потому что это такая драгоценность вообще интересно я когда-нибудь обращала внимание свет как гармонично пары которые прожили там больше десяти лет вместе они начинают вместе выглядеть одинаково причем вот это вот выглядит одинаково люди же разные но я думаю что это не столько черты лица сколько выражение лица мы вот с мишей когда женились мы 18 лет мне было 18 и 19 лет было и мы поехали в какой-то санаторий уже на этом этапе нас спрашивали бы муж и жена или брат и сестра то есть какой-то мы же абсолютно разные но вот какое-то выражение лица что-то такое общее а выражение лица это мысли твои это твое мировоззрение это тармония это тармония вот если я даже как-то наблюдала мне было очень интересно когда отдельно человек без мужа там или без жены и ты смотришь и как будто чего-то не хватает как будто человек вот как будто вот вот даже но вот вместе они они полноценны они гармоничнее выглядят хотя они полноценные личности безусловно но что-то в этом есть такое и очень классно когда люди вместе растут вместе меняются вместе старятся им есть что вспомнить то есть это намного драгоценнее чем когда ты там сбегал в один брак в другой брак тебя тут отодрало знаете пример такой интересный я на одной конференции видела что такое развод там взяли две фотографии таких знаешь вот когда раньше делали фото и их намочили и вот так вот склеили и вот рассказывают там про брак были очень интересные англичане делали и потом когда это высох ну чуть-чуть подсохло они это разодрали части фоток друг на друга и все эти два изображения испорчены и он говорит вот не смотрите на развод легкомысленно потому что никогда не бывает его так чтобы сок и души не оторвался а еще если дети в это вовлечены то там еще и куски души детей ну послушайте бывает в силу такие чем понимать кто-то он не падает показал так на этапе ухаживания понятно сложится console и heaven следующая две пять победил все таки коммуникации и г г colleague э г и и обсуждаете вашу дальнейшую семейную жизнь, то вы программируете себя на такие отношения. Поэтому в разговоре, если обе стороны себя программируют одинаково, то это уже создаются зачатки каких-то плодотворных отношений, мне так кажется. Точно, абсолютно, это важно. Но это, конечно, трудно, может быть, почитать стоит на эту тему. Сейчас же, слава богу, пошел, как поговорить с молодым человеком о будущей семье. Ну, слушай, люди общаются, хотя, ты знаешь, что есть такие молодые люди, которые молчаны, с которых слова не выкинешь. А как ты себя чувствуешь? Не знаю. А как? Да все нормально, понимаешь? То есть есть люди, которые не идут на разговоры, их очень трудно раскрутить. Вот здесь может быть какая-то сложность, если молодой человек не склонен обсуждать. Но на самом деле это безумно важно, потому что если он не склонен обсуждать, если он угудал, ага, и ничего не понятно, но так оно и будет непонятно в течение жизни. Есть сейчас, ну, как в современном обществе, масса помогалок таких вещей. У меня, например, дети, когда только поженились, буквально на второй месяц попали, вот, это британская программа, я не помню, как она называется, с альфой связана как-то. Но это что-то с альфой связано, семейная. И там они приходили в течение нескольких недель вечером, в типа кафе. И все, что там делалось, им давали вопросы, вот, к анкетке. Они заполняли друг для друга, никто их не читал. Надо было просто попить кофе, поговорить, поесть плюшечки там или еще что-то было. И поставить эти, как их, крестики и минусы там, где вопросы ответили. Они, конечно, касались разных совершенно аспектов. И вот с такими глазами вернулись, такие довольные, говорят, мама, папа, вам надо пойти. И они нас просто выдал, потом у нас, я говорю, у нас семья такая хорошая. И ты знаешь, так интересно было, когда мы пришли. Я такие интересные вещи про мужа узнала. Но друг другом читали они свои анкетки. Так, да, ставишь, и ты потом меняешься, прочитываешь, и ты об этом разговариваешь. Слушай, это гениально просто, потому что ты... А ты знаешь, что, может быть, нам такой списочек где-нибудь приложите? А вот... Если бы достать его где-то, этот списочек... Я так достать-то его могу, это не проблема. Вопрос, как атмосферу создать с мужем. Там, понимаешь, это кафе, приглашай туда молодые пары. Это не проблема, создать атмосферу. Все девушки у нас очень романтичные. Значит, делается романтичная обстановка, зажигаются свечки, приглашается молодой человек с тем, что у нас сегодня будет разговор. То есть это можно обставить дома. А мы в кафе будем, так сказать, вести это все. А мы можем вести... Вообще, говоря, вот в плане планов, да, планов громадил. Я думаю, что мы со временем вообще выйдем на прямые эфиры, когда люди смогут звонить. Это нужно думать еще. То есть у нас уже есть технические средства, мы уже понимаем, как это должно быть сделано. Вот. И, конечно, это было бы очень интересно, это было бы очень круто. У меня же, вот, Светлая, что ты мыслишь, так вообще глобально. Потому что приемли, а почему нет? Да, понимаешь, но получается, что тут по времени, да, и нужен нам технический какой-то саппорт. В общем, мы думаем над этой темой, но на самом деле это было бы очень круто. Ты знаешь, что если у тебя есть возможность какие-то эти вопросики где-то поискать, то мы их в описании к видео, мы их просто перечислим, и люди смогут копипей себе эти вопросики скопировать, да, и поговорить на эту тему. Пусть они, например, встречаются, гуляют, идут куда-то просто, да, какие-то вопросы можно на ходу обсуждать, да, какие-то. Они могут сесть, заполнить это все, обсуждать, потом можно где угодно, это же уже отдельный вопрос. Ну, в общем, на самом деле это очень прикольный тест, и мы должны это каким-то образом организовать. Это не тест, понимаешь, это фактически повод какие-то проговорить вещи, которые вы никогда не говорили. И мы при этом, мы уже, у нас дети поженили. Это очень круто, да. Хорошая семья была, но эти вопросы, я, например, мы увидели, что у мужа моего всегда были совершенно потрясающие отношения с мамой, а с папой были проблемы, и какие-то вытекающие из этого вещи. А у меня наоборот, и исходя из этого были, ну, какие-то выводы сделаны, то есть интересно. То есть это, конечно, способствует взаимопониманию, выстраиванию. Абсолютно, потому что люди не знают, на каких моментах им обратить внимание, да, вот именно эти вопросы, это очень, я считаю, круто. Кстати, мы не ходили на него, наши дети тоже, но они сказали, что там еще курс делали pre-marriage. То есть перед браком тоже пары могут приходить, и там другие вопросы, которые, наверное, вот как раз очень хорошо бы дают понять. Такие, я не знаю, найдем мы или нет, но можно поискать, на самом деле, если ты знаешь, что ты ищешь, мы можем найти. Давай мы скажем так, что мы делаем попытку найти вопросы pre-marriage, и мы, может быть, даже найдем их на английском языке, и это тоже именно как это. На английском языке мне легче даже найти, чем на русском, но я постараюсь на русском найти. Да мы перейдем их в конце концов. Вот, это называется marriage course. Ну, мы поищем, мы поищем. Ну, слушай, я считаю, что вот это вот на этапе ухаживания, да, мы ответили на этот вопрос, на какие моменты стоит обращать внимание, это мы осветили. Теперь давай мы перейдем к самому трудному вопросу насчет гражданского брака. И вопрос этот сложный, я бы его назвала так. Плюсы и минусы, да, позитив и негатив людей, проживающих в семейных отношениях, людей, которые проживают в гражданском браке. Да? Давай, начинай, а моя подхвачу. Ну, видишь, Свет, я все равно при своем, я как бы не вижу плюсов вообще, потому что у меня такая установка, что мужчина, если не купил машину, он никак в жизни в нее вкладывать не будет. Никогда в жизни не будет что делать? Вкладывать в автомобиль, который он не купил. Слушай, очень интересная мысль. Это у меня установка, это мне когда-то бабушка это сказала. Ну, эти вот вещи работают сильнее всего. Понимаешь, вот смотри, у нас вопрос звучит так. Сейчас очень многие пары живут вместе до брака. Я считаю, это один из способов, ключевое слово, проверить партнера в быту. Вот проверить это ключевое слово. Почему? Потому что два молодых человека говорят, слушай, а не пожить ли нам вместе, чтобы проверить себя? Значит, когда они начинают жить вместе, они не живут вместе, они не создают семью, а они проверяют себя. Проверять себя это что значит? Ну, вот мы проверили, да? А дальше будет какое-то продолжение. Либо мы разбежимся, либо уже будем строить семью. На этапе проверки, что можно проверить? Как человек ведет себя дома, да? Насколько он скандальный, насколько он занудный. Но само проживание вместе, оно не вкладывает ни копейки в построение семьи. Оно совершенно одно из другого не следует и не вытекает. Проверяние это процесс временный, да? И мы знаем, что, знаешь, нет ничего постояннее временного. Я помню, что мы когда-то получили квартиру и думаем, ну, слушай, сейчас столько дел нужно делать в этой квартире. Прибьем-ка мы тут временно вешалочку, чтобы пальто вешать. Но потом когда-нибудь заменим и все. Так она и висела. Она так и висела всю свою жизнь в этой вешалке, никто уже потом про нее не вспомнил. Есть куда пальто повесить? Повесил. Вроде бы, да, люди живут и говорят, о, окей, слушай, а что нам тогда жениться-то? Да, у нас все хорошо, мы живем себе, да? Особенно мужчины. Да, особенно мужчины, его же все устраивает. И мы же живем, у нас все хорошо, зачем тебе эта бумажка? Да? Но получается, что в этой ситуации возникают неравные отношения. И женщина, получается, более принижена в этих отношениях, чем мужчина. Почему? Женщина нуждается в защищенности. Мужчина должен ее каким-то образом обеспечить вот эту защиту. Когда она маленькая, ее родители защищают, когда она становится взрослой, она опирается на мужа, да, он обеспечивает защиту. И вот этой защиты, вроде бы, он говорит, да что, я же тебе все, да? Да, но это же нет законченности процесса, да? Процесс временный. Они собрались для того, чтобы попробовать. И он не стал никаким постоянным. Когда ты создаешь семью, то ты смотришь на это с разных аспектов. А где мы будем жить? А что мы будем кушать? А как мы будем растить наших детей? Да? Это те задачи, которые ставят себе люди, которые хотят создать семью. А как наша семья будет совершенствоваться? У нас будет материальное благополучие, там, и так далее, и так далее. Смотрим вперед. Когда люди пробуют, у них эта часть обрезана, ее нет вообще. Мы с тобой встретились, и мы просто проверяем себя. Если нам не понравится, мы завтра разбежимся. И они живут с таким. В этой ситуации совершенно невозможно построить никакое будущее. Я согласна, Свет, совершенно, потому что строительство хорошей семьи – это настолько серьезная задача, что, в принципе, надо все использовать. А тут ты с самого начала практически какие-то вещи упускаешь. То есть ты упускаешь возможность психологически настроить себя и своего супруга. Мне кажется, что даже, может быть, отношение может хуже от этого быть. Мне так кажется. То есть вот эта установка, мы вместе будем строить, она очень важна психологически. Это программа. Это программа, которая… Да, слишком много людей сейчас, слишком много разводов, при том, что сейчас столько гражданских браков. Ну, люди спокойно живут, а лучше-то ситуация не становится. То есть фактически… Знаешь, есть интересный феномен в этом. Феномен состоит вот в чем. Бывает, что люди живут в гражданском браке. Ну, типа, они собрались попробовать. И как-то у них вроде все получается. Они не думают там о будущем. А может быть, и думают о будущем. Ну, в общем, они живут, считая, что они семья. Да, вот у них в голове произошел свитч, и они считают, что с вами. А женщина чувствует какую-то неудовлетворенность. И она в этой ситуации немножко давит, да, и хочет эти отношения узаконить. И в конце концов мужчина соглашается. И как только они идут и расписываются, у них портятся отношения. Ты знаешь такие случаи, да? Ну что, я знаю. Да, такие случаи есть. И это не редкость. Почему это происходит? Я думаю, что это происходит вот от чего. Что мужчина, испытавший давление вот этого, да, он чувствует дискомфорт. Правильно? И от этого дискомфорта он накладывает отпечаток на их дальнейшую сумму. Поэтому очень важно, да, мы говорим договариваться на берегу. Можно договориться так. Мы поживем вместе. Это у нас пробный период, да. Да, но давай мы заранее все спланируем, да. Если у нас все хорошо, например, 3 месяца, 6 месяцев, год, да, то давай мы все-таки зарегистрируем наши отношения и будем строить семью. Да. То есть если мы заранее живем вместе, зная, что мы через какое-то время, вполне конкретное время, не вообще там когда-то, да, все-таки сделаем свадьбу, женимся и так далее, то это немножко тоже мозги поварить. Мы все говорим про мозги, потому что все идет от головы. Абсолютно точно. Все вот эти проблемы, они идут от того, что у человека не созрело. Людям нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к какой-то мысли. Если я скажу молодому человеку, знаешь что, да, мы поживем, посмотрим, как там хорошо. И только мы съехались, я говорю, слушай, а теперь давай поженимся. У него в мозгу нет времени на то, чтобы адаптироваться к этому понятию. Да, вот никто не любит, когда им манипулируют, манипулируют. И он не хочет давления никакого. Поэтому если мы договариваемся, что мы живем, да, нам нужно проверить свои чувства. Окей, давай мы проверим свои чувства, но в течение конкретного промежутка времени. И мы этот промежуток времени не оговорим. Если у нас за год, например, все будет в порядке, и мы чувствуем, что мы друг друга любим, друг друга, это время, что нам дано, чтобы подумать о том, а что мы будем делать дальше. Потому что семья, нормальная семья, помимо любовных отношений, помимо интимных отношений, она нуждается в планировании, она нуждается в финансовом планировании. Вот этот институт бойфрендства, когда люди живут в гражданском браке, у них свои финансы, у каждого свое будущее, у них свои деньги. У них нет финансового будущего. Когда это семья, они объединяют свои ресурсы, и они как семья могут двигаться вперед, и они могут достичь очень хороших результатов. Но они должны вместе это делать. Да, ну, ты знаешь, тут в Америке разные варианты бывают. То есть они не хотят объединять свои. Но они все равно должны на развитие семьи. Иначе семья как институция... Они как-то договаривают... Они должны договориться. У них могут быть свои финансы, но поскольку они смотрят на семью, как дальнейшее совместное проживание, они хотят, чтобы у них родились дети, им нужны деньги на поднятие этих детей, им нужны деньги на няни, им нужны деньги на образование и так далее. Они все это планируют. Если он будет говорить, а это мои деньги, а вот это твои деньги, да, ничего не получится. Должны быть деньги семейные. Ну вот у меня знакомая американка, в принципе, подруга моя, она вышла замуж за миллионера. Ну, такого солидного миллионера, не мелкого. И представляешь, она вот не хочет объединять, ну, то есть вот чтобы... Она хочет независимость свою интересную чувствовать. Это очень, ну, для меня как бы непонятно. Помнишь, когда вот недавно было падение этих... связанное с недвижимостью, и люди потеряли... Она потеряла три дома. У нее там несколько домов, но она как бы не настолько богатая, как этот дядя, за которым она вышла замуж. Он ее обожает вообще. И она, представляешь, на моих глазах, вместо того, чтобы попросить ему помощь, чтобы платить. Ну, еще раз. Отношения гармоничные и отношения дисгармоничные, они существуют. Иногда люди продолжают жить в этих отношениях, но что-то там не так. Потому что если ты мой друг, мой соратник, мой партнер, человек, с которым я ращу детей, то у вас отношения более доверительные, чем вот это вот мое, совершенно потрясающее отношение. Но у нее вот она хоть от себя чувствует бизнес-леди, но вот эта американская такая вот свободная женщина, которая вот не захотела. Я с ней разговаривала, она говорит, ты знаешь, вот я так лучше себя чувствую. При том, что он так ее обожает, он бы ей все отдал. Ну, послушай, если она в итоге совсем разорится, то она понимает, что есть он с его деградом абонента. Она не пойдет к умеру, да? То есть ничего не знает. То есть это же тратание, когда на наших глазах дом за домом у нее, так сказать, она еще такая, она потеряла их, она отдала их в такой благотворительный фонд какой-то там, что потом продают по дешевке бедным людям, то есть у нее какое-то творение. Но это интересно, так вот, ура, еще раз, ментальность разная, да, мы все-таки воспитывались в советской действительности, даже не в российской. Сейчас там ментальность тоже поменялась, поэтому нам тоже сложно об этом говорить. Хотела сказать еще вот такую вещь. Значит, помимо чисто вот таких бытовых проблем, да, семья, там, гражданский брак, отношения, деньги и так далее, существует еще нюанс, на который люди не очень обращают внимание, потому что они молодые, потому что у них все хорошо, потому что у них длинная жизнь впереди, и на это люди не обращают внимания, потому что, что, добра добра не ищут, пока все хорошо. Но мы живем в обществе, а общество это некоторая структура, это некоторый порядок, и в этом обществе есть законы. Государство. Государство, да, государство, есть законы. И эти законы говорят, что если вы супруги, то у вас есть определенные права, связанные с тем, что вы супруги. И об этом вообще никто не задумывается. Они думают, ну вот мы живем вместе, мы любим друг друга, что нам там, обязанность, а у нас есть еще и права. И права эти, к сожалению, возникает необходимость воспользоваться этими правами, когда случаются какие-то неприятности, когда случаются какие-то вещи. Такой пример, что, например, у нас знакомые были, и там была очень серьезная операция, и нужно было во время операции принять решение. И врач вышел и спросил супруга, чтобы он сказал и принял решение, что-то там удалять или не удалять и так далее. Потому что в противном случае, если бы они не удалили что-то, то нужно было делать повторную операцию, лучше уже все сделать сразу. И если бы этот человек не был в законном браке, вот такой нюанс, то уж в Америке у нас, я не знаю, в России, мы же там заплатили бы, и все хорошо было, но в Америке бы никто не стал его слушать, он не имеет права на это, на принятие решения за своего супруга. Они бы просто отправили ее и не... Да, 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 и просто нужна была повторная операция, все с начала, и кормачало и так далее, и так далее. Поэтому вот в таких ситуациях, или, например, всякое бывает, да, бывает, что и в молодом возрасте погибают люди в России в автомобильных катастрофах, и если брак был не зарегистрирован, то женщина может даже не иметь права на получение пособий каких-то и так далее. Очень грустно об этом говорить, не хочется. Да, мы не будем на этом заостряться, но, во всяком случае, иметь это в виду, когда все хорошо, все равно нужно, да? То есть есть еще и формальные причины, по которым полезнее быть зарегистрированным и следовать формальной стороне закона. Я за это. Я лучше думаю, что будет встречаться какое-то время, посмотреть друг на друга внимательно, подумать головой, и потом просто действительно вступить в брак уже, понимая, что ты делаешь, и строить, и созидать, и вкладываться в друг друга. Вкладываться, заключенное слово. Да, если не купил машину, то в чем вкладываться, конечно. Да, значимые эмоции, все это. И тем более, я думаю, что в России вообще проблема существует правильного отношения в семье. Ну, просто вот из-за, я не знаю, что такое там у нас произошло за 70 лет, но у нас есть вот этот момент, когда немножко мужчины относятся так, ну, свысока же и к женщине там, может быть, не ценят. Когда приезжаешь в Америку, ты просто потрясен, когда ты видишь пары, как трясутся над своими женами здесь, просто трясутся, вот они прямо свою драгоценность, при том, что она на наш вкус может совсем уж выглядеть. Очень часто, да, пары такие, такой красавчик в Голливуде. Нет, ну, вообще, когда они уже становятся старые, вот мы там делали передачу, там, что делать, если там женщине за 40, там, и она уже не выглядит так, как раньше, да, то есть, казалось бы, а что там, действительно, на чем-то она нужна, ну, давай ее. Сосудские мужчины, они многие очень хорошо сохраняются, там, вот такая структура вот лица, что они так неплохо выглядят, и ты смотришь так, а он так прямо ее вот это вот, она такая драгоценность для него. И я думаю, что они у вас семьи берут, это как это вот традиционное. А в России часто это увидишь, и, конечно, это надо выстраивать, надо учиться этому, потому что от этого лучше и мужчине, и женщине, потому что мы драгоценности друг к другу. Да, и ты ощущаешь поддержку, конечно, это проще так, ты ощущаешь поддержку. Миша приводил интересную статистику какое-то время назад, он посмотрел, насколько финансово состоятельные семьи полные, и семьи, которые пережили развод. И статистика не в пользу таких семей, которые разводились, сводились и так далее. А все-таки хочется же спокойно, хочется обеспеченного будущего для своих детей, чтобы у них были деньги на образование, на хорошее, ну, стабильность какая-то финансовая, да? Потому что как ни крути, без денег, а куда деваться? Ну, это просто, ну, я бы сказала, божественная идея семья, потому что ты помнишь, в древней книге написано, что только человек будет делать правду. То есть вот второй человек создан, то есть мы действительно парное существо, и нам весело вдвоем, нам интересно, то есть когда мы устраиваем вот это приключение жить, оно не, оно, нам есть с кем его разделить, это намного приятнее. Поэтому брак, это очень здорово, и просто давайте его созидать, давайте будем работать. Его надо созидать, его надо созидать, его нужно лелеять, его нужно вынашивать, и нужно обязательно это все проговаривать и все решать, и, в общем, вот так вот. Еще один пример, значит, жизнь в гражданском браке и в полноценной семье, где брак зарегистрировано, можно проиллюстрировать на таком примере. Это примерно как проживание в съемной квартире, вверху с проживания в своей собственной квартире. Если ты живешь в съемной квартире, ну, что я там буду покупать мебель? Ну, все понимают, что это временно. Даже 10 лет – это все равно временно, 15 лет – все равно временно. Когда свой дом, ты начинаешь лелеять и вылизывать каждое. Это то же самое, что про машину, да, если не ложился, так что? Ну, просто дома – это твоя, сирочка. Да, да. Но действительно, когда свой дом, то совершенно отношение к нему по-другому. Поэтому на этой радостной ноте мы будем заканчивать нашу передачу. Дорогие зрители, мы ждем ваших лайков и мы ждем ваших историй. Мы с удовольствием будем их обсуждать. А мы на себя берем обязанность подобрать какие-то вопросы, да. Может быть, мы даже их разделим на разные категории. Там вопросы, связанные, например, с людьми, которые еще не вступили в брак, да, и людьми, которые вступили в брак. В общем, что-то подумаем на эту тему, что-то такое интересненькое сделаем. Вот. И до скорых встреч. Мы вас все очень любим. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.